Всем здравствуйте, меня зовут Южако Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос задает Денис Кротой. Антон, здравствуй. Если у вас заказать терапию по повышению тестостерона, то где брать препараты? Ведь все упоминающиеся в ваших видео препараты отпускаются по рецепту. Вы даете рецепты или рекомендуете надежный источник? Ну, естественно, рецепты я не даю, потому что у меня нет образования врача, во-первых. Во-вторых, у меня люди по всему миру. Как я могу с одного места давать рецепт абсолютно в другую страну? Понятно, что этого я сделать не смогу. Теперь по поводу препаратов. По государствам. Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, страны СНГ. Кламифен, Анастрозол, Кабергалин, Литрозол, Экземистан. Все продается в аптеках, все продается без рецепта. Соответственно, все это зависит, конечно, от государственной аптеки, либо частной. Но, если вы покупаете в интернете, допустим, с доставкой на дом, вы можете любой из этих препаратов купить в этих странах абсолютно спокойно, без рецепта. Тестостерон без рецепта продается только в Украине, по странам Европы, Америки. Все это рецептурные препараты. Там вы даже самые простые препараты не купите без рецепта. Там, как люди делают, ну, обычно заказывают где-то на черном рынке. Либо перепокупают аптечные препараты на черном рынке, либо некоторые дают денег врачам, они вам выписывают рецепт. Это нормальная практика и в странах Европы, и в Америке. У меня были люди, которые так делают. Все это не проблема. Поэтому достать эти препараты можно как аптечные, так и на черном рынке абсолютно без каких-либо проблем. Вопрос задает человек с ником Пангалеш. Пангалеш. Здравствуйте, Антон. Не мог бы ты пояснить, почему ГСПГ находится ниже нормы при очень низком общем тестостероне? Объясняю. Все это связано с тем, что понижение уровня тестостерона снижает уровень эстрадиола. Снижение уровня эстрадиола снижает ГСПГ. Это прямая взаимосвязь. Это первое. Второе. Организм очень часто при пониженном уровне общего тестостерона пытается какими-то методами увеличить кризис свободного тестостерона. За счет этого он начинает снижать ГСПГ и пытаться получить большое количество свободного тестостерона. Ну, по крайней мере, хотя бы какую-то норму с низкого уровня общего тестостерона. Поэтому здесь такой абсолютно несложный процесс. Вопрос задает Блэк Мэтал. Привет, Антон. Расскажи, пожалуйста, влияние анострозовой кламиды на печень. Также интересно влияние их препаратов при длительном приеме небольших дозировок. Влияние кламифена на зрение и яички при длительном приеме. Ну, по очереди. Значит, влияние анострозова и кламифена на печень негативное, особо не замечается. Значит, у меня есть много данных. Я как-то, наверное, сделаю отдельный выпуск по этому. В общем, покажу анализы на печень до и после. Там абсолютно никаких нет изменений. По АСТ, ЛТ, Билирубину они вообще никак не меняются при приеме кламифена и анострозова. Ну, относительно в меняемых дозах. Что там происходит на ПКТ при огромных дозах, сказать сложно. Потому что бывает, что печень не очень хорошо чувствует себя на начало ПКТ. При приеме кламифена на анострозова под конец ПКТ на себя чувствует хорошо. Но было ли там негативное влияние, сказать сложно. Потому что убирается, допустим, негативное влияние стероидов. Печень начинает себя лучше чувствовать, чем она чувствовала на курсе. Следующее влияние данных препаратов на зрение яички. Значит, влияние на зрение. На кламифене, я тоже смотрел исследование. Там опубликовали, что негативного влияния нету. При дозировке, по-моему, там было 25 в день. Там год были исследования по повышению тестостерона и влиянии на зрение. По тамоксифену, да, есть влияние, негативное влияние. Но тоже я видел данные, по которым говорится, что данные негативные влияния, они обратимы. После отмены тамоксифена все возвращается к тем же значениям. Сказать, насколько это влияние у тамоксифена сильное, как быстро обратим идет процесс, сложно сказать. Я обычно использую практически со всеми людьми только кламифен. При крайних ситуациях, при двух антиэстрогенах сразу, я использую теремифен. С тамоксифеном я практически вообще не работаю. Следующее это влияние на яички. Ну, на яички они напрямую вообще никак не влияют. Все эти препараты влияют на гипофиз, гипоталамус, по принципу обратной связи. Начинает повышаться лютенизирующий гормон. А вот если вы переборщите с дозировками, то уже лютенизирующий гормон может нанести вред яичкам за счет их гиперстимуляции. Поэтому на яички негативного влияния напрямую нет. Вопрос задает Антон Тарасов. Антон, привет. Насколько оральные препараты вреднее по сравнению с алкоголем? Например, водкой и пивом. Ну, понимаете, есть такое понятие, старая фраза Гиппократа. То, что одна капля является лекарством, две капли являются ядом. Соответственно, надо всегда смотреть по дозировкам. Как нам сравнить влияние водки к кламифену, допустим. Или, допустим, к туриноболу. Нам надо брать 1 мг туринобола и 1 мг, допустим, спирта. Ну, в таком случае, конечно, у натуральных препаратов будет вреда больше. Потому что от 100 мг спирта, ну, это, конечно, не очень хорошо. Но вреда будет меньше, чем от 100 мг, допустим, того же туринобола. Поэтому нет нормальных критериев. Один пьет, допустим, 10 мг туринобола, второй пьет 20, третий пьет 30. Один пьет пиво раз в неделю, второй пьет раз в день, а третий пьет бутылку водки каждый день. С чем сравнивать? Нету с чем сравнивать. Поэтому все это несравнимо. По поводу влияния оральных препаратов, да, оно есть. Да, все это лечится потом гепатопротекторами. Если идут вменяемые дозировки, все это проходит намного лучше, чем если перебарщивать с оральными препаратами. Точно так же с алкоголем. Если все это идет в нормальных вменяемых дозировках, то влияние на печень, оно там не очень сильное. Если бухать жестко, понятно, что будут проблемы с печенью, ну и проблемы параллельно с сердечно-сосудистой системой, и с мозгом, и вообще со всеми органами. Поэтому любое негативное воздействие чего-либо на организм, оно чаще всего прямо пропорционально тому количеству этого вещества, которое вы в себя вводите или принимаете. Вопрос задает Алекс Маф. Здравствуйте, Антон. Подскажите, как улучшить морфологию спермограммы в ситуации, когда здоровых сперматозоидов меньше нормы? Первое, чем необходимо заняться, это повышением фолликостимулирующего гормона и тестостерона. Так как фолликостимулирующий гормон доставляет тестостерон к придатку яичка, и в придатке яичка тестостерон влияет уже на сперматогенез. Соответственно, если тестостерона, либо фолликостимулирующего гормона мало, спермограмма плохая. Поэтому чаще всего, если это не первичный гипогенезм, когда ФСГ просто зашкаливает, а, допустим, дефицит тестостерона и дефицит фолликостимулирующего гормона, то чаще всего это лечится относительно просто приемом того же кламифена, просто повышается количество тестостерона, повышается количество фолликостимулирующего гормона, и все проходит нормально. В более таких сложных случаях прием идет хоринического гаонтропина, так как хоринический гаонтропин обладает свойствами и лютенизирующего, и фолликостимулирующего. Соответственно, он же и повышает тестостерон. Поэтому ХГЧ повышает тестостерон, и он же помогает тестостерону добраться до придатка яичка и улучшить спермограмму. Третья из таких более сложных уже терапий – это терапия менопаузным гаонтропином. Менопаузный гаонтропин, в свою очередь, обладает свойствами практически только фолликостимулирующего гормона, поэтому чаще всего он идет в связке с хориническим гаонтропином. Хоринический гаонтропин увеличивает количество тестостерона в организме, в то же время как менопаузный гаонтропин улучшает доставление тестостерона к придатку яичку, спермограмма улучшается. В общем, это сложные медицинские схемы лечения, поэтому я вам рассказал про препараты. Дозы подбираются, конечно, там уже индивидуально, в зависимости от гормона, в зависимости от спермограммы. Всем спасибо за просмотр! Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть интересные вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Самые интересные вопросы попадут в рубрику «Ответы на вопросы». Кого интересуют дистанционные тренировки, терапии по повышению уровня тестостерона, либо ведения по курсам, консультации, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр! До свидания!